привет с вами школа лакус я елена сегодня вам покажу как нарисовать самую популярную часть нашего лица это глаза да чаще всего рисуют именно их я например очень люблю рисовать глаза а что вы чаще всего рисуете губы или глаза напишите в комментариях ну что начинаем намечаем ось соединяющие внутренние уголки глаза затем ось самого глаза если расстояние от макушки до подбородка поделить пополам то на этом месте располагается наши глаза ось глаза будет наклонена так как в большинстве случаев внутренний угол глаза ниже чем внешний показываем ту же ось у правого глаза длина этой оси будет короче так как правый глаз уменьшается в перспективе затем показываем подъем верхнего века самая высокая точка будет находиться в правой трети глаза нижняя точка нижнего века приблизительно будет находиться в левой трети глаза теперь намечаем те же самые направляющие у правого глаза. Соединяем верхние точки вверх глаз линией. На этом уровне будет находиться переносица. Показываем вынос носа, соответственно сдвигаем его вправе, так как мы рисуем глаза в перспективе. Далее намечаем основание надбровных дуг. Обычно у мужчин надбровные дуги выделяются сильнее. Намечаем границы справа. От надбровья вниз линия контура стремится ближе к глазу. Это объясняется строением глазницы. Затем линия выступает вперед, так как скуловая кость выступает вперед. После того, как мы сделали основную заготовку из осей, рисуем более детально. Делим верхнее веко на три касательных. Внешний край немного удлиняем и загибаем. Показываем толщину век. Даже при фронтальном ракурсе мы будем видеть толщину, потому что глазное яблоко это сфера и веки огибают ее. Именно толщина придает объем нашим глазам в рисунке. Показываем складку века и переходим к нижнему веку. Также показываем его толщину и делим на три касательные. Отрисовываем внутренний уголок глаза и показываем границу глазного яблока. Намечаем складку нижнего века. Его также делим на три касательные линии. Точки пересечения касательных у века и складки соединяем. Показываем носослезную складку. Возвращаемся к складке век. Оно здесь нависающее. Обводим спинку носа, переносицу и надпереносием. Добавляем дополнительные развороты у переносицы. Делаем переход более плавным. Итак, переходим к правому глазу. Все те же самые касательные и толщины век, только этот глаз будет сокращаться в перспективе. Это, наверное, самое сложное, показать дальний глаз. Но тут важно не забывать о перспективном сокращении длин касательных. А также обратите внимание, так как верхнее веко нависает над нижним, поэтому в развороте это тоже должно быть видно. Покажем радужную оболочку глаза. Чтобы взгляд был спокойным, радужка должна заходить за верхнее веко. В противном случае взгляд будет казаться удивленным или даже злым. Свет в классическом освещении портрет обычно падает сверху, поэтому показываем теневые места под надбродными дугами. Также толщина верхнего века и складка нижнего будут в тени. Верхнее веко находится к нам чуть ближе нижнего, поэтому мы выделяем его ярче. Уверена, что немного практики и вы сможете нарисовать глаза с любого ракурса. Теперь вы знаете все секреты. Поддержите меня лайком и подписывайтесь на канал или поделитесь этим видео с тем, кому оно может пригодиться. С вами была глазастая Елена. На встречу на канале. Всем пока!